Аэродром Мочулищи Несмотря на внушительные габариты, самолет обладает высокими летными характеристиками. Ил-76МД специально проектировался под массовое десантирование. На борт может подняться порядка 130 парашютистов. Ложе всего размеры этого самолета ощущаешь, когда находишься в воздухе на борту. Находишься на борту один. Футбол здесь, конечно, не сыграешь, но вот завершить легкую прогулку, но бродить можно запросто. Максимальный взлетный вес воздушного судна – 192 тонны. Крейсерская скорость – 750-800 км в час. Сегодня экипажу и самолету предстоит не только реализовать свои возможности, но прежде всего помочь раскрыть потенциал десантников, которые принимают борт на аэродроме в другом конце Беларуси. Для десантника важно совершать прыжки с парашютом, чтобы смог себя перебороть. Перебороть в экстремальной ситуации. Если он в состоянии сделать шаг из летательного аппарата, значит, ему подвластны любые задачи, которые он выполнит. От парель наклонная платформа позволяет бойцам быстро подняться на борт. Через считанные минуты и заполнен до отказа. Похоже, десантники заряжены на успех. Все пройдет однозначно хорошо. Стопроцентная открываемость, плюс на земле очень много внимания уделяли на земной отработке прыжков. Давно ждал этого прыжка. Это мечта, я думаю, каждого десантника прыгнуть с 76-го. Короткий инструктаж, очередная проверка экипировки, запуск двигателей. Перед полетом человеческая сердцевина самолета наполняется небывалым по силе напряжением. Кажется, что десантники в Элл уже не вмещаются. А вообще завидуешь сейчас тем, кому предстоит ощутить вкус бездны. Руление, разбег, взлет. На лицах парашютистов ни намека на волнение. Очевидно, такую уверенность дает дистиллированный практикой опыт. Прыжок из Ила считается усложненным. К нему допускают только после десантирования с вертолетов. Поэтому даже у девушек здесь не первое свидание с небом. Мне это очень нравится, поэтому я пришла в 63-ю мобильную бригаду. Я занималась парашюрным спортом. Вот это моя стихия. Рев сирены предупреждает о приближении к зоне высадки. Последние мгновения на ногах. Зеленый фонарь и десант пошел. Земля внизу ошеломляет своей близостью. Досота 800 метров. При этом скорость самолета 300 км в час. Десантники в два потока с интервалом менее секунды вырываются из самолета. За Илом оба потока соединяются в белоснежный шлейф из куполов. Глядя на эту красоту, не сразу проникаешься сознанием того, что это и есть одна из боевых задач десанта – оказаться в нужном месте в нужное время максимально быстро. Внизу, после небесного душа, десантникам будет не до отдыха. Как правило, на земле горячая фаза операции только начинается. Жаль, что сверху, из осиротевшего самолета, этого видно уже не будет. Ушительные габариты самолет обладает высокими летными характеристиками. Ил-76МД специально проектировался под массовое десантирование. На борт может подняться порядка 130 парашютистов. Лучше всего размера этого самолета ощущаешь, когда находишься в воздухе на борту. Находишься на борту один. Футбол здесь, конечно, не сыграешь, но вот совершить легкую прогулку, поградить можно запросто. Максимальный взлетный вес воздушного судна – 192 тонны. Крейсерская скорость – 750-800 км в час. Сегодня экипажу и самолету предстоит не только реализовать свои возможности, но прежде всего портолетов. Поэтому даже у девушек здесь не первое свидание с небом. Мне это очень нравится, поэтому я пришла в 63-ю мобильную бригаду. Я занималась парашютным спортом. Вот это моя стихия. Рев сирены предупреждает о приближении к зоне высадки. Последнее мгновение на ногах. Зеленый фонарь и десант пошел. Земля внизу ошеломляет своей близостью. Госота – 800 метров. При этом скорость самолета – 300 км в час. Десантники в два потока с интервалом. Аэродром Мочулищи. К взлету готовится красавец-гигант Ил-76 МД. Сегодня у него непростая миссия. Из самолета будут десантироваться подразделения. Сил специальных операций. Похоже, в небе будет жарко. Десантирование силу 76-го имеет целый ряд особенностей. В этом случае с крылатой пехотой авиаторы как никогда работают в одной команде. Здесь необходимо четко выйти на боевой путь, строго выдерживать заданный боевой курс, высоту, скорость. И обеспечить выброску парашютиста строго в площадку по земле. Несмотря на него, помочь раскрыть потенциал десантников, которые принимают борт на аэродроме в другом конце Беларуси. Для десантника важно совершать прыжки с парашютом, чтобы смог себя перебороть. Перебороть в экстремальной ситуации. Если он в состоянии сделать шаг из летательного аппарата, значит ему подвластны любые задачи, которые он выполнит. От парель наклонная платформа позволяет бойцам быстро подняться на борт. Через считанные минуты и заполнен до отказа. Похоже, десантники заряжены на успех. Все пройдет однозначно хорошо. Сто процентная открываемость. Плюс на земле очень много внимания уделяли на земной отработке прыжков. Давно ждал этого прыжка. Это мечта, я думаю, каждого десантника прыгнуть с 76-го. Короткий инструктаж, очередная проверка экипировки, запуск двигателей. Перед полетом человеческая сердцевина самолета наполняется небывалым по силе напряжением. Кажется, что десантники в Эл уже не вмещаются. А вообще завидуешь сейчас тем, кому предстоит ощутить вкус бездны. Руление, разбег, взлет. На лицах парашютистов ни намека на волнение. Очевидно, такую уверенность дает дистиллированный практикой опыт. Прыжок из Ила считается усложненным. К нему допускают только после десантирования стилей.